Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как правильно приватизировать квартиру, дом и земельный участок? И до какого момента это сделать можно бесплатно? В нашей студии начальник отдела регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова. Ваши вопросы задавайте, пожалуйста, по телефону 202 11 22, звоните. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем нужно вообще приватизировать жилье? Какие для этого есть резоны? Ну, давайте начнем с истории немножко. Приватизация в нашей стране началась в 1991 году. То есть длится она практически четверть века. И за это время многие семьи уже успели, взвесився за и против, принять свое решение – приватизировать жилье, либо не приватизировать его. Что касается Самарской области, то уже более 1 миллиона человек воспользовались своим правом на приватизацию. Это хорошие цифры, если сравнивать с другими регионами? Ну, если говорить о том, что жилищный фонд находится в собственности, то практически 80% всего жилищного фонда находится в собственности граждан. Я думаю, что цифры очень значительные. Ну, по последней информации, до 1 марта 2015 года мы можем приватизировать жилье бесплатно. Скажите, пожалуйста, вот сейчас нужно поторопиться людям, которые уже приняли решение приватизировать жилье, и быстрее пойти в учреждение, где приватизируют жилье, подать заявление и заявки? Ну, действительно, для многих людей препятствием становилось только какие-то объективные причины, в котором они не могли приватизировать жилье. Если желание есть, и для этого есть все возможности, пожалуйста, приходите сейчас, тем более никакого ажиотажа не наблюдается, для этого созданы все возможные условия. А куда нужно приходить? Договоры приватизации заключаются в органах местного самоправления. На территории города Самары с заявлением о приватизации можно обратиться в бюро технической инвентаризации. Там принимаются заявки на приватизацию, рассматриваются все документы, которые предоставляют наниматели и члены его семьи. Также могут проконсультировать на безвозмездной основе. А вот центры МФЦ, которые стали привычные горожанам, туда можно обращаться? И там могут оформить приватизацию жилья? На площадке МФЦ также располагаются специалисты бюро технической инвентаризации, муниципалитет, которые могут принять заявление о приватизации. А много документов нужно вообще собирать? Вот это такой-то трудоемкий процесс, или ничего там страшного такого нет? Потому что обычно, когда связываешься с такой вот проблемой, и кажется, что это что-то нужно по сто раз ходить в одно и то же место, приносить разные бумаги, потом идти куда-то что-то платить. Вы знаете, главное начать. Вообще история каждой семьи, она индивидуальна. Есть ряд документов, которые в любом случае необходимо предоставлять. Как-то заявление на приватизацию, справка с места жительства о лицах, зарегистрированных в данной квартире, технические документы на квартиру. Но здесь нужно понимать, история каждой семьи, она индивидуальна. Поэтому в зависимости от этого специалисты, которые занимаются приватизацией, могут подсказать, какие еще документы необходимо собрать. Главное, на что нацелен сбор документов, это два факта установить. Во-первых, право на приватизацию должны использовать все члены семьи собственника, ой, прошу прощения, все члены семьи нанимателя, а также лица, которые имеют право на приватизацию этого жилого помещения. И второй фактор, который должен рассматриваться при заключении договора приватизации, что лица, которые в настоящее время участвуют в приватизации, ранее это право не использовали. Ведь это право законно предусмотрено использовать только один раз. Лишь несовершеннолетние имеют право на приватизацию второй раз по достижению ими 18-летнего возраста. То есть, а как разобраться с несовершеннолетними? Почему они второй раз должны быть предусмотрены? Прямая норма закона, которая позволяет им, достигнув совершеннолетнего возраста, еще раз воспользоваться правом на приватизацию. А вообще возникают какие-то проблемы именно в связи с несовершеннолетними? И какие-то вопросы? Вы знаете, часто это, наверное, является основным вопросом, который задается мне на личном приеме по приватизации, либо в окнах, который консультирует. Вот такая ситуация, что несовершеннолетние в возрасте до 14 лет могут приватизировать жилые помещения как с мамой, так и с папой. То есть местом жительства малолетних детей является место жительства их родителей. Поэтому, предположим, такую ситуацию, что приватизируют квартиру папа, а ребенок прописан с мамой. Здесь важно иметь в виду то, что ребенок также имеет право на участие в приватизации вместе с папой, несмотря на то, что он в этой квартире не зарегистрирован. Поэтому, если ребенок не участвует в приватизации по каким-либо причинам, на это действие нужно разрешение органов опеки. Понятно, да. Ну, к нам уже начинает поступать первый вопрос от телезрителей. Я напомню, телефон 202-11-22, звоните, еще есть время. Родственник находится в колонии, освобождается в марте месяце этого года. Квартира его не приватизирована. А как же он сможет ее приватизировать после освобождения? И в колонии ИК номер 19 нет юриста. Не с кем посоветоваться. Эмиль. И такие договоры приватизации имеют место быть. Он, я так понимаю, единственный человек, проживающий в квартире. Ну, наверное. Либо, ну, вне зависимости от того, единственный или нет, он может воспользоваться своим правом на приватизацию. Во-первых, от его имени может быть выдана доверенность лицу, которому он доверяет, воспользоваться своим правом. От его имени. То есть... И сейчас даже, несмотря на то, что... Он находится в колонии, но это не... А вот юриста нет, значит, он не сможет доверенность даже оформить. Так получается. Нет, доверенность, во-первых, может и нотариус заверить, и начальник колонии. Он также может доверенность заверить от имени лица осужденного и находящегося на исправлении в этой колонии. Да, то есть вот такого ничего уж такого страшного здесь. Абсолютно верно. То есть это не исключает возможности от его имени собирать документы, лицом, которому он доверяет, это сделать. Если я хочу приватизировать комнаты в коммуналке, где прописано «я, мама, сестра, двое несовершеннолетних детей», то при отказе сестры от участия, соответственно, и детей ее тоже, мы с мамой можем оформить собственность только на себя. Или дети в любом случае имеют право на оформление собственности. А ответственной квартирой съемщиком является мама. Ну, эту ситуацию мы только что рассматривали. То есть если несовершеннолетний ребенок каким-то образом не принимает участие в приватизации, но имеет на это право, это может иметь место, но только с разрешения органов опеки. Понятно. А вообще бывают отказы? Вот, как мы с вами говорили, решилась семья приватизировать, все обсудили, пришли, а им отказали в приватизации. Какие могут быть такие основания для отказа в приватизации? На что нужно обращать внимание? Ну, я думаю, что отказ в приватизации может иметь место только если существенно нарушены какие-то процедуры при сборе документов. Либо эти документы позволяют говорить о том, что лицо либо ранее участвовало в приватизации, либо отсутствуют документы, подтверждающие, что он ранее участвовал в приватизации. Но что должен иметь в виду гражданин, когда подает документы? Если у него есть сведения о его месте проживания, начиная с 4 июля 1991 года, если это одно постоянное место жительства, он предоставляет такую справку. Никаких других документов не нужно. Если человек ранее был где-то зарегистрирован, то до 98-го года, то есть до введения в действие закона о регистрации, то ему необходимо предоставить сведения СБТ или другого органа, который занимался ранее регистрацией, о том, что он не использовал правную приватизацию. Все сведения после 98-го года Росреестр может запрашивать самостоятельно. Теперь по внутриведомственным своим запросам. Понятно. Плюс ко всему, вот эти два фактора, которые мы говорили, что человек может единожды использовать право на приватизацию, и должны все члены семьи нанимать или использовать право на приватизацию, каким-то образом, скорее всего, были нарушены, если отказали в заключении договора. Следующий вопрос от Анны. В феврале дочери исполняется 17 лет. Могу ли я приватизировать на дочь квартиру, так как я участвовал, в свою очередь, в приватизации у мамы? В 18 лет? В 17. В 17. Будет только. Безусловно, она зарегистрирована в этой квартире. Ну, то есть вот типичная ситуация. Зарегистрирована мама и дочка в квартире. Мама уже приняла участие в приватизации ранее, поэтому квартиру смело можно оформить на дочь, и она будет собственником данного жилого помещения. Пожалуйста. Вот такой еще вопрос. Мне кажется, почему-то, что он может быть проблемным. Это приватизация комнат или квартир в общежитиях. Это проблема или нет? Потому что вот это какая-то это собственность. И можно ли вот комнату в общем каком-то вот жилье приватизировать именно на свою семью? Приватизировать можно. Вопрос здесь стоит в том, что общежития, как и служебные помещения, как квартиры, комнаты в закрытых военных городках, является исключением, и на них не распространяется закон о приватизации. То есть существует прямой запрет в законе на приватизацию такого вида жилых помещений. Но этот вопрос также решаем. Во-первых, сложилась определенная судебная практика, когда заявители этот вопрос решают в судебном порядке, предоставляя доказательства того, что они имеют право на приватизацию этого жилого помещения. Плюс к всему существует порядок снятия статуса общежития, то есть специального статуса с этого жилого помещения, когда заявитель обращается в органы местного самоправления, и по его заявлению, при предоставлении определенных доказательств того, что эта комната возможна для приватизации, с этого объекта могут быть сняты статус общежития. Тогда она поступает в общую массу жилого фонда, социального жилья, и также может быть приватизирована на общих основаниях. А вот так называемое жилье в коммуналках, коммунальное жилье, что вот там с ним делать? Жилье в коммуналках, это... У нас, наверное, их мало, не столько, сколько в Санкт-Петербурге, но все равно есть. В самом деле у нас коммунальных квартир очень много. В том числе в коммунальных квартирах есть доля в праве собственности, которая принадлежит муниципалитету, и эти доли в праве собственности по договорам социального найма переданы нашим жителям. На общих основаниях комната в коммунальной квартире может быть приватизирована. Оно вот в этот список исключений там не входит в служебное общежитие. Следующий вопрос. Мы приватизировали дом. Нужно ли приватизировать земельный участок, на котором он стоит? Что необходимо для этого сделать? Если я не успею приватизировать участок до 1 марта, что будет? Ну, здесь важно разъяснить, во-первых, то, что на земельный участок не распространяется действие закона о приватизации жилых помещений. А дом? Что из этого вопроса следует? Люди приватизировали жилье. То есть можно предположить, что это произошло после 1991 года, то есть введение в действие закона о приватизации. Здесь есть определенная точка отсчета. 1990 год. Если человек владел домом на праве собственности до марта 1990 года, то у него существует возможность бесплатной передачи ему в собственность земельного участка. После этой даты ввести речь о передаче земельного участка в собственность невозможно, потому что это не предусмотрено действующим земельным кодексом. Люди, у которых на праве собственности есть жилой дом, имеют преимущественное право приобретения этого земельного участка, но делается это на возмездной основе. Либо по договору аренды, либо передачи на праве собственности за определенную сумму. Вопрос этот решает Министерство имущественных отношений. Туда нужно обратиться, свидетель. Да, понятно, в областную. Следующий вопрос от Юлии. Квартира приватизирована на меня и на внука. Ему 4 года. Дочь вышла замуж второй раз. И у внука другая фамилия. И у отчества. Нужно ли переделывать теперь все документы на квартиру заново? Заново переделать ни в коем случае не нужно. Если право зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, то это право может быть оспорено только в суде. То есть переделывать ничего не нужно. Если хотите предоставить актуальность этой записи, то возможно подать заявление на внесение изменений в отношении данного субъекта. То есть у человека изменилась фамилия, имя. Ситуации жизненные разные. Правда, кто-то замуж может выйти. Кто-то просто смените имя, фамилию. Обращайтесь с заявлением о внесении изменений. Обращайтесь. Можно это заявление подать на площадках многофункционального центра, на филиале кадастровой палаты, либо в управлении Росреестра. В любом случае все заявления о регистрации, о внесении изменений отрабатываются специалистами управления Росреестра. И эти данные будут внесены в единый государственный реестр прав. Человек получит новое свидетельство. Если я не приватизирую квартиру или дом, надо ли мне будет платить налог на жилье? На неприватизированное жилье не платится налог? Все правильно. В соответствии с налоговым кодексом налог на имущество платит собственник жилого помещения. Если у человека на праве найма какое-либо жилое помещение, то человек платит только определенную плату по договору соцснаема. Вот с этого года даже как-то по-другому будет оплата производиться, да? Какие-то другие, по-моему, расценки будут, что-то там вот меняется. В налоговый кодекс вынесены поправки, которые начали действовать с 1 января 2015 года. И говорят, что мы больше платить будем опять же. Ну, законодатель дал пятилетний срок на урегулирование этих вопросов в разных регионах. В любом случае проведена кадастровая оценка всех объектов недвижимости, которые находятся в регионе. И в настоящее время будет переходить с инвентаризационной оценки, которая раньше клалась в основу исчисления налога, будет учитываться кадастровая стоимость этого объекта. Понятно. Ну, изменения есть. Скоро всем придется пересчитать. Ну, как бы увидят все. Кто-то больше, кто-то, может быть, если получится, и чуть поменьше будет заплатить. Следующее сообщение от Алины. Выражаю благодарность Росреестру. Спасибо управлению за оперативную работу, за то, что есть программы в МФЦ по приватизации квартиры за один день. Очень приятно получать такие сообщения, наверное. А что это вот за программа приватизации за один день? Я вот, например, не слышала. Расскажу про эту программу. На базе многофункционального центра, который расположен на Московском шоссе, действует программа приватизации за один день. То есть регистрация права собственности на основании заключенного договора приватизации является логическим завершением всего процесса приватизации. И специалисты Росреестра сделали максимально удобным и комфортным для заявителей эту процедуру. Здесь процедура такая, что на площадке многофункционального центра действуют, работают специалисты многофункционального центра, специалисты управления Росреестра и представители муниципалитета. Это позволяет оперативно все решать вопросы при приеме документов и моментальной отработке этих документов. Заявитель обращается с заявлением о приватизации, предоставляет договор о приватизации, все собранные документы и на следующий день имеет возможность получить на руки документ, подтверждающий зарегистрированный право собственности, свидетельство или выписк по его желанию. А вообще вот эта процедура приватизации сколько длится, вот если не по этой программе, а вот в обычном таком режиме? Тоже людей часто вот как-то интересует, сколько займет времени? Здесь нужно понимать, что первый этап это сбор документов. Это зависит от самих сборщиков, да? Это строго регламентировано на самом деле законом приватизации. Этап начинается с момента подачи заявления в соответствующие органы местного самоправления и этот срок длится два месяца. Это время отведено для того, чтобы заявитель мог спокойно собрать все документы, необходимые для заключения с ним договора приватизации. И за это время орган местного самоправления должен принять решение о передаче имущества собственности граждан при наличии таких оснований. Это первый этап. И второй этап это регистрация этого права на основе заключенного договора приватизации. Регистрация права уже специалистами управления Росреестром по Самарской области. Так вот на первый этап законом отведен срок два месяца, а на второй этап законодателям принят на федеральном уровне срок 10 дней. Однако решением руководителя управления Росреестром по Самарской области было принято решение о сокращении этого срока до 7 рабочих дней. То есть если документы подаются на площадках филиала кадастровой палаты в управление Росреестром в многофункциональном центре, расположенном в других точках, нежели Московское шоссе, то срок 7 рабочих дней установлен для рассмотрения таких документов. Ну а на площадке многофункционального центра, повторюсь, один день. Один день. Следующий вопрос от Ольги. Квартира в собственности в свидетельстве указан номер квартиры, когда дом еще не был сдан, 43-й. Сейчас дом сдали и стал у него номер другой, 270. Что теперь нужно? Менять свидетельство о собственности? Ну вопрос к приортизации здесь не имеет отношения. Я так понимаю, что здесь речь идет о квартире, полученной по долевому участию в строительстве, если там стоит строительный номер. Ну, в любом случае, что могу сказать? Во-первых, дом сдан в эксплуатацию, я так понимаю, присвоена определенная инмирация. Эту информацию нужно внести в государственный кадастр недвижимости, то есть обратиться к соответствующим заявлениям в кадастровую палату. А дальнейшие действия такие. В управление Росреестра подается заявление о выдаче повторного свидетельства в связи с изменением данных объекта. Специалисты управления самостоятельно запрашивают кадастровый паспорт и все сведения необходимые в государственном кадастре недвижимости, а заявитель получает свидетельство уже с адресом, который соответствует тем данным, которые... Ничего такого сложного нет, в две организации нужно обратиться. Следующий вопрос от Игоря. У нас нашей даче уже 40 лет, а я все... А, как я ее могу оформить в собственность? Ее дали дедушке на работе 30 лет назад, но дедушка умер. Ну, к вопросу приватизации здесь тоже нельзя, потому что дача, наверное, не по договору социального найма дедушке предоставлялась, а выделила земельный участок. Ну, вот на работе, вот как-то вот, ну, как раньше выделяли от работы. Ну, дача, в любом случае, это не жилое помещение, а нужно говорить о том, что это дачный участок. Скорее всего, выделялась не сама дача, а земельный участок. Поэтому здесь применимы нормы у дачной амнистии, которая у нас в настоящее время... Она продолжается? Она продолжается, да. И по участкам, которые используются для целевого значения, для дачи, для садов, она и будет продолжаться после марта 2015 года. Но опять же, вот ему куда нужно идти? В управление Росреестром или... В случае, если у него есть право собственности на земельный участок по даче, он имеет возможность зарегистрировать право собственности на дом, расположенный на этом земельном участке. Понятно. Это не приватизация, это регистрация права собственности по другим нормам действующего законодательства. Смогу ли я участвовать в приватизации жилья, который получил в дар? Здесь опять нужно ввести речь о том, что приватизация – это один из способов получения недвижимого имущества в собственность. Если квартира получена в дар, то можно говорить о том, что она уже находится в собственности какого-то гражданина, и он таким образом распорядился им, то есть передал в дар кому-то. Приватизировать здесь ничего не нужно, нужно зарегистрировать свое право собственности на основании договора дарения. И все. Сохранятся ли у пенсионера льготы на оплату коммунальных услуг, если приватизировать квартиру на другого члена семьи, не обладающего льготами? Ну, я, насколько помню, нормы законодательства жилищного, что если у любого, во-первых, члена семьи нанимателя наравне с нанимателем пользуется жилым помещением, а также имеющиеся льготы распространяются на данный объект. То есть если у кого-то из членов семьи, не обязательно у нанимателя, существуют такие льготы, то, я думаю, это также используется при начислении, либо субсидии какие-то начисляются. Нужно обратиться в ЖЭУ, наверное, и там и подскажут, где оплачиваются коммунальные услуги. Можно проконсультироваться. Следующий вопрос от Марины. Что нужно сделать, успеть до 1 марта? Написать заявление или зарегистрироваться? Не совсем, да, вот это вот есть срок, вот этот, 1 марта. Люди не понимают, что нужно быстрее сделать? Что это за срок? До 1 марта нужно успеть подать заявление. Так показывает практика предыдущих лет, с которыми наш опыт заканчивания приватизации. Нездоровый ажиотаж создавали люди просто из-за того, что не знали, что нужно сделать. Нужно подать заявление соответствующее, то есть выразить свою волю на приватизацию. А далее законом приватизации определена, во-первых, обязанность при наличии оснований и передать эту квартиру в порядке приватизации. Обязанность должностных лиц соответствующих передать. Поэтому подавайте заявление, включая 28 февраля, и далее в определенном законном сроке будут рассматриваться ваши заявления и приниматься решения. Ну вот следующий вопрос, будет ли продлеваться приватизация, но вы, наверное, пока не сможете на него. Ну, думаю, что сейчас сложно ответить на этот вопрос, поскольку на федеральном уровне это тоже никак не урегулировано. Существует законодательная инициатива в отношении разных категорий, но это пока лишь инициатива. Ну, это кто-то лоббирует интересы военнослужащих, кто-то говорит о том, что работникам бюджетной сферы будут выделяться квартиры, как же они смогут приватизировать. Пока этот вопрос открытый. Более того, хочу сказать, что в июле 2014 года был введен ряд новых введений в жилищное законодательство, а также закон о регистрации, в котором законодатель, думаю, четко указал вектор направленности своей социальной политики. У нас введено такое понятие, как наемный дом. Наемный дом социального использования, наемный дом коммерческого использования. Так вот, в наемном доме социального использования будут предоставляться жилые помещения по договорам социального найма. Других договоров там заключено быть не может. Не допускается передача или какое-то распоряжение. То же самое, что служебное жилье, да, получается, или не очень? Здесь предоставляются жилые помещения во владении и пользование. Распоряжаться им нет возможности. Можно ли приватизировать кооперативную квартиру? Зачем это сделать? Или этого не нужно делать, спрашивает Андрей? Не нужно этого делать, поскольку квартира кооперативная. В кооперативной квартире право собственности возникает с момента выплаты паевого взноса. И именно поэтому к приватизации эта квартира не может иметь отношение. Приватизируется жилье, которое находится в государственной, либо в муниципальной собственности. А здесь квартира собственности с момента выплаты паевого взноса. Зарегистрируйте свое право собственности на основании справочки о выплате паевого взноса. Да, главное зарегистрировать право собственности. Следующий вопрос. Чем отличаются условия до 1 марта 2015 года и после 1 марта? Что потом уже нельзя будет сделать? И подачной амнистии тоже. И подачной амнистии тоже. Давайте разведем эти вопросы. Что касается закона о приватизации, что нельзя сделать? Мы уже с вами только что проговорили, что... Все можно будет сделать, но если не продлят, то за деньги только можно будет приватизировать потом. Да и за деньги тоже сейчас рано, наверное, говорить. Потому что таких законопроектов, каких-то норм, выплат или еще что-то, не урегулированы. Так интересно, дату обозначили 1 марта, а что дальше будет, неизвестно. Вот такой вот парадокс, такой небольшой. Часто бывает, что законодатель принимает такие решения, можно сказать, в последний месяц перед окончанием того или иного проекта. А что касается дачной амнистии, здесь четко урегулировано, что в марте 2015 года дачная амнистия заканчивается для жилых домов, которые регистрируются по кадастровым паспортам. То есть расположены жилые дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и для личного подсобного хозяйства. Если дом расположен на дачном, садовом, других участках, то дачная амнистия продолжается. Понятно. Но в любом случае, раз уж у нас есть эта дата, 1 марта 2015 года, и обозначено, что приватизация бесплатная, то можно воспользоваться оставшимся временем, как вы сказали, до 28 февраля, подать документы. Примите решение. Хотя бы, да, первоначально, да, а потом... Если сейчас вопрос имеет место вот такой актуальности в семье, примите решение сейчас. Да, и приватизируйте сейчас, и это будет бесплатно. И воспользуйтесь правом. И последний вопрос от Елены. Отцу давали землю под дачный участок, но оформлено... Но вступать в наследство для того, чтобы оформить землю через дачную амнистию, нужно или нет? Куда нужно для этого подать заявление? На приватизацию квартиры. Это, в общем, очень много. Мы рекомендуем, наверное, Елене оставить телефон ее, да, чтобы разобраться. Да, чтобы разобраться с ее вопросом, потому что о земельном участке, либо о квартире идет речь, она может оставить телефон. Земля под дачный участок, но оформлено. Нужно ли вступать в наследство для того, чтобы оформить землю через дачную амнистию? Вот так вот. А квартира? Ой, ну, в общем, Елена Гавина, которая тоже отправила свой вопрос. Посмотрим документы. Перезвоните, оставьте нашему координатору ваши телефоны. И вот Ольга Владимировна... Я с удовольствием отвечу на все вопросы, глядя в документы. И ответить на ваши вопросы. Ну что ж, большое спасибо за то, что пришли ответили на многочисленные вопросы телезрителей. Всего вам хорошего. Спасибо и вам за внимание и активность. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!